Праздник в городском парке начался в 12 часов, но его организаторы, работники учреждений культуры личины собрались здесь заранее, чтобы подготовиться к выступлению. Маленьких зрителей они пригласили на маёвку под названием «Весёлый уикенд». Дети пели, танцевали и участвовали в игровых программах. Законяй мяч! Молодец! Концертная программа была интересна и детям, и взрослым. Свои лучшие номера представили артисты и коллективы Детвянского, Гончарского и Можейковского домов культуры, Бердовского культурно-досугового центра и Гудского центра творчества и досуга. И в маленькие, и в маленькие, и в усерданьях... Парк наполняется жизнью, открыты аттракционы, поэтому мы, соблюдая традицию, стараемся, чтобы жители и горожане наши могли отдохнуть, прийти с ребёнком, пройтись. Ну и, конечно же, парк с каждым днём всё больше и больше будет дополняться жизнью, активностью и точками притяжения, для того, чтобы люди могли отдохнуть, провести время, сфотографироваться. Фотозоной в городском парке уличанных гостей города прошлым летом стали фигуры арт-проекта «Сказочная карусель». Инициатором его создания был председатель Лицкого райисполкома Сергей Ложечник. В этом году он инициировал пополнение коллекции. Художник и оформитель Лицкого жилищно-коммунального хозяйства Богуслав Сильванович создал три новые фигуры, которые были установлены в парке накануне 1 мая. Прописку там получили герои мультфильма «Маша и медведь», «Русалка» и «Пчёлка-труженица». Возле последней планируется разбить цветник. Я двумя руками за что-то делать, изменять парк, чтобы к нам гости приезжали, и за границей даже, чтобы ждём, думаю, так обогатим, чтобы было приятно в парке у нас находиться, потому что дети – это наше небудущее, это настоящее, чтобы они, глядя на фигуры, хотели развиваться. Лицкий райком БРСМ тоже отмечал праздник труда в городском парке. Молодёжь была приглашена поучаствовать в акции «Родная народная», которая популяризировала государственные символы и напоминала о том, что во второе воскресенье мая в Беларуси будет отмечаться День государственного герба и флага. Также райком БРСМ в парке была организована акция «Выбираем студотряд». В этом году на личине планируется сформировать несколько студотрядов различной направленности и дать возможность летом поработать как минимум 900 ребятам, Получить информацию о работе студотрядов и заполнить анкету можно было во время акции. Елизавета Каспорская узнала о ней из соцсетей. Решила прийти, чтобы услышать о студотрядах из первых уст. Я куплю деньги на ноутбук себе, но и, конечно же, я хотела бы сельскохозяйственной деятельности и про животных. Потому что я люблю животных и я хочу ветеринаром стать. 1 мая по традиции в городском парке в Лиде начали работу аттракционы. В этом году самая любимая карусель маленьких летчан отметит 60-летие. Сегодня Лидские лошадки – самый старый действующий аттракцион Беларуси. За десятилетия на них прокатились тысячи мальчишек и девчонок. Они доставляли радость не одному поколению. И пусть 1 мая к лошадкам не было чередей, но они по-прежнему интересны ребятам. Даше нет и двух лет. В городском парке с родителями она была не раз. Но вот на лошадках каталась впервые. Было видно, что это доставляет ей удовольствие. Сегодня мы впервые пришли в парк с моей дочкой кататься на аттракционах, на которых каталась в свое время я, в детстве меня водила мама. А теперь мы вместе будем посещать парк и кататься на аттракционах моего детства и детства моей мамы. В городском парке кроме лошадок можно покататься на детской железной дороге и на цепочной карусели, а также развлечься на других аттракционах. Все аттракционы прошли техническое свидетельствование, готовы принять наших посетителей. Начало работы парка с 11 часов. Мы работаем практически каждый день при хорошей погоде. Сезон в городском парке в Лиде открыт. Аттракционы будут работать до октября. Аттракционы будут работать до октября.